Скажи-ка, брат, как в Аденине Настя мы верили, что наше счастье служит всегда Христу? Мы никогда не унывали, а клевету мы различали, хоть звали нас шкундист. Да, было в нашей жизни время, мы верили, что слово семья дадут свои росты. За слово Божие мы дадимы, учитель с нами, не одни мы, иные звали нас баптист. Богу хвала душой вам чист. Мы были отданы сатрапам, нас гнали в кандалах этапом в суровую себе. Нас семьями повзручали, и наши души удручали, на нас восстал весь мир. Скажи-ка, брат, ведь ты не даром, подвержен тяжким был ударам, за истину страдал. Стоял в проломе Божьей веры, врагов любил своих безмеры и справдой побеждал. Да, были дни темнее ночи, все видели Господние очи, как брат ронял слезу. За истину бывали схватки, недруг положен на лопатки, он явно был внизу. И тучи мрачные редели, а мы Христу осца напели. Свет озарил восток, и день пришел, а польгузы и наши братские союзы слились в один поток. Мы знаем, что себя Христова на падке побеждать готова, за истину страдать и взвод с ней побеждать. Аминь. За 20 с лишним лет сталинских репрессий, только по официальным данным, от 15 миллионов до 18 миллионов человек прошли через лагеря, тюрьмы. Примерно полтора миллиона из них так и не вернулись, погибли в этих лагерях. Это только официальные данные. Другие данные доходят до 120 миллионов. Мы понимаем, что ГУЛАГ это чудовищное зло, о котором забывать нельзя. Нельзя об этом забывать для того, чтобы не допустить подобные ошибки. Потому что история преподнесла нам очень серьезный урок. Конечно же, в этих лагерях были не только люди верующие. Были те, кто заслуженно отбывали свое наказание. И были те, кто попали туда только по той причине, что у них кто-то из родственников был за границей. По политическим причинам самые разные люди. И ГУЛАГ это горе, наверное, на всех. Очень многих это объединило. И вот нам важно помнить тот урок, который был подпоминен в этом страдании. Сейчас мы хотим, чтобы вы послушали пение, которое было написано в одном из лагерей. И мне очень нравится образ, который использует автор в этом пении. Он говорит о Пташке, которая стучится в окно. Пташка – это символ свободы. Она свободна, творит себе, она делает все, что она захочет. Христианин заключен, у него нет свободы. Над ним издеваются. Но, несмотря на все, он понимает, что наступит тот момент, когда и он будет свободен. Когда он воскресет, он получит новое тело, где не будет больше страданий и боли. Давайте послушаем это пение и снова проникнемся в глубину веры этих людей, которые даже в трудностях могли видеть прекрасно, могли слышать прекрасно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ